Из-за роли, которые мы заранее знали, что они не совсем нам подходят. Но надо было работать, была жажда работы очень большая. Еще не был наигран такой материал, чтобы можно было смело сказать, нет, я отказываюсь. И нам, конечно, отказываться-то как-то было, потому что половина штата актерского сидит без работы, а тут предлагаю главную роль и отказываться, и, в общем, это не совсем было удобно. Он трюки все делал сам, по-моему, это началось еще задолго до картины «Обуден». Он всегда жил на грани риска, он всегда как-то так полетал в этот рискованный момент в жизни и справлялся с силой своего характера, с силой своей страсти, темперамента, такого скрытого, но очень мощного, мужского настоящего. Я ненавижу трусов, я ненавижу этих сволочей. Спасать свою мерзкую душонку, когда вокруг. Да у меня, мама, брат и отец погибли. Разве только у нас весь народ в горе, я какая-то мразь в это время. Что с вами? Мам, мам! Очень многие даже говорили, ну он такой суровый, такой вообще, ну что вы, недоступный. Вот я в жизни его знал довольно-таки хорошо. Он был, как ни странно, совершенно другим человеком, чем на съемочной площадке. Он был как вот большой ребенок, он был беспомощным. И вот у таких именно людей, вот это напускание строгости на себя, оно было как бы какой-то степенью защиты. Он всегда был сосредоточен, он всегда был очень серьезен и целеустремлен. Когда мы снимали в Киеве ту же картину, и он пробовался на фильм «Вечный зов», и все время ждал известий из Москвы, утвердят его или не утвердят на эту роль. А с мосфильма сведений не было никаких. И, ну в общем, он все время был в таком вот нервозном состоянии, он очень хотел играть в этом фильме. И когда мы однажды сидели в номере гостиницы после съемки, он вышел звонить, потом вдруг приходит, ставит на стол бутылку коньяку, так резко, и говорит, можете меня поздравить. Затем, ну еще не совсем тут поняли, хотя, в принципе, все знали, что он очень беспокоится вот о своей будущей работе. Затем он вышел в... Мы жили на первом этаже, и там был бетонный пол в ванной такой старой гостиницы, старый номер, и он туда зашел, а там стояли пустые бутылки из-под шампанска. И он так вот брал каждую бутылку и опал силой, ударял, и это, как будто у него шел такой выход, вот в физическом таком действии, выход этой энергии всего накопившись. Там потом пришел, сел, и говорит, ну вот все, утвердили. И, может быть, самый такой основательный о его работе, следует назвать работ над ролью Федора Савельева в фильме «Вечный зов». Картина снималась 10 лет. 10 лет актеры... Играли одну и ту же роль. То есть даже уже, нельзя сказать, играли, а жили этой ролью. Вот я сам артист, не думаю, что мне такой подвиг был у Павличук. А Вадим Стридонов не только это сумел, но еще и сыграл в этой картине, может быть, самую лучшую роль в своей жизни. Давай, Федя, тащи к вас. Я так скажу, Федя, что усыновлю тебя? Не верь. У меня свой сын есть. Макар. Он и будет после меня властелином тут. А человека из тебя сделать могу. Конечно, ему в какой-то момент было очень трудно с Капеляном. В самом начале. Все-таки мэтр, и там эта сцена в бане, очень волновался Вадим. Я постараюсь, Михаил Лукич. Стараться это мало. Соображать надо, Федя. Угадать, что хозяину надо. Нежели хочет судьбу за хвост держать. А ведь он ее с криской. Когда ему говорил Кафтанов в исполнении Ефима Захаровича, говорил, держи свою судьбу крепко, хвост у судьбы скользкий. Потом он ему после баня сказал, говорит, и актерскую Вадим держи. Если взялся за эту, как говорится, за стезю актерскую, то держись в ней, держись. На наших глазах шел вот этот переход Вадима Спиридонова в Федора Савельева. Вот тут те самые красивые слова перевоплощения актера, которые часто остаются только так умозрительными на бумаге, мы ощущали реально. И вот если Вадим сегодня снимается в первой серии, или во второй серии, где он должен играть еще, ну, безусого, человека, героя еще не бреющегося, а через два дня он должен играть 50-летнего человека, небритого, опустившегося. Вы знаете, что он делал? Я однажды присутствовал при этом, просто я не поверил ему. Он ночью через каждые два часа ел суп по две-три тарелки. И к утру, конечно, он становился одутловатым. Тут же еще плюс грим и его собственная щетина, которая отрастала за два-три дня, и превращался в другого человека. Тогда вы все должны знать, что не прохлаждаюсь я, а что у меня жарко поварит. Но ведь через два дня мы должны были снимать сцену из третьей серии. И мы видели, как он заказывал баню, если мы жили где-то в деревне. Вадим, что он только не делал, боже мой, как он худел, как он парился, бесконечно эти парилки, 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 бесконечно эти самые, ну, все меры предпринимал, что вот молодого играть-то худой-худой, но кожей и костей вообще. Это действительно самобичевание было. Но самобичевание ради того, чтобы потом зритель ему говорил о том, что ну типичный Федор. Что тебе надо, Анфиса? Ты хоть любишь-то ее. Без любви не женился бы. Нет, Федя. Я ж помню, как ты глядел на меня. Романа не было, а вот Валечка, жена его, говорила, говорит, Томчик, а сколько бы я не видела любовных альянсов на экране, вы с Вадимом лучше всех. У меня была страсть, азарт, какое-то мужское начало, что нечасто встречается в актерах-мужчинах. Какой-то такой бешеный и в то же время ласковый взгляд. Судьба такая. Каждый из нас был влюблен в роман, каждый был влюблен в своего героя. Хоть редко домой будешь. А герои таковы, что это просто подарок актерам, просто подарок актерам сыграть такие роли. Нам ничего не мешало, мы все были целиком полностью заняты судьбами своих героев. И потом режиссеры совершенно отчаянные у нас. Потрясающие. Усково-Краснопольские, как они работают с актерами. И сколько раз мне звонил Вадим вечером, ночью. Аркадьевич, там я неправильно сказал. Вот интонационно я неправильно сказал. Нет, ну я прошу, ну если декорация не разрушена, завтра, ну давайте. Ну хотите, я договорюсь с осветителями, я там заплачу деньги, вот в эту декорацию войдем. Я помню, было озвучание. Уже Вадим свою роль озвучил, стоит в том, что Вадим, ты свободен, деда, нет, Валерий Иванович, там у меня есть вот проход, я хочу его озвучить. Я говорю, там же ничего, ты вот нет, я хочу озвучить дыхание. И он озвучил дыхание, говорю, Вадим, ты работаешь до последнего дыхания, на картине, я ему сказал. Он говорит, да потому что, Аркадьевич, я вот просыпаюсь, я просыпаюсь с Федором, я знаю, что он делает, даже как он умывается, уж не говоря о другом, как он подходит к жене, все это, для меня это все. И когда мы закончили снимать, последняя сцена была его сцена с Иваном. Это был последний съемочный день у Вадима. И помню, мы долго репетировали. Вадим искал разные поводы, чтобы Федора Савельева не убивали. Разные оправдания. И долго спорили, наконец, все-таки решили, что его нужно убить. Стреляй, братец кровный. Тебя без меня расстреляют по суду за измену Родине. За измену Родине. Нет, Ванша, не изменял я, потому что нет у меня Родины-то.